МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем новый информационный час на телеканале Хабар 24 в студии Марат Ерназар. Здравствуйте. Один человек умер от коронавирусной инфекции в Алматы. Известно, что пациент был 1964 года рождения. Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане число летальных случаев увеличилось до 20. Напомню, утром стало известно о 56 новых случаях инфицирования. Всего в стране количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 2191. По-прежнему больше всего зарегистрированных случаев в Алматы 735, в столице 421 и 157 фактов зафиксировано в Казалардинской области. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 515 человек. В Актюбинскую область приехали казахстанские студенты, обучающиеся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Всего из российских мегаполисов на родину вернулись 222 человека, шестеро из них жители Актюбинской области, остальные из других регионов республики. Перед отъездом всем пассажирам измерили температуру, а уже по прибытию в областной центр анализы на COVID-19. Если результаты будут отрицательными, они смогут отправиться по домам, каждый в свою область, где в течение двух недель будут находиться на домашнем карантине. Мы сейчас работаем с акиматами других областных центров, и они после получения результатов, если они будут отрицательными, они приедут и заберут своих студентов. Если среди них окажется больной, но этот человек останется у нас и будет продолжать лечение в нашем инфекционном госпитале. 16 человек находятся в карантинном отделении больницы Аркалыка. Это прибывшие из России и лица, контактировавшие с ними. Со схожими признаками ОРВИ в провизорное отделение госпитализированы 6 жителей города, а на домашней изоляции сейчас 51 человек. В городе работает специальная региональная комиссия. Установлены два блокпоста, также действуют два мобильных и один санитарный пост. Напомню, 18 апреля в Аркалыке был зарегистрирован первый факт заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина работала лаборантом в региональной поликлинике. После того, как у данной женщины подтвердился диагноз COVID-19, она была переведена в инфекционное отделение. 14 дней она находилась в госпитализации, то есть она ни с кем не общалась, не представляла какой-либо эпидемиологической опасности для населения. Все медицинские работники, находившиеся в близком контакте с данной женщиной, также были госпитализированы и обследованы. Источник инфекции на сегодняшний день устанавливается. Новая поликлиника заработает в Темиртау. Она расположена в жилом массиве и рассчитана на 20 тысяч пациентов. Ранее люди вынуждены были ездить на прием к врачу за несколько километров. Оборудование уже установлено. Осталось завести мебель и благоустроить территорию. Сейчас в Темиртау работают две поликлиники. Еще одна закрыта на карантин. Новое медучреждение планируют открыть в мае. Это подарок городу от частной компании. Напомню, в Темиртау действует усиленный режим карантина. Там зарегистрировано больше 30 случаев заражения COVID-19. Почти 158 тысяч восточно-казахстанцев смогут получить компенсацию за коммунальные услуги. Два месяца на их счета будут переводить по 15 тысяч тенге. Кто сможет претендовать на такую поддержку со стороны государства и на что именно пойдут средства, выяснила Анна Лисимбердина. Спасибо Акимату. Мы бы не выжили. Просто нам тяжело. Жительница Усть-Каменогорска Надежда Макаревич воспитывает особого ребенка. Дочь Анастасия постоянно нуждается в присмотре. Поэтому живет семья только на пособии по инвалидности. Помогают неравнодушные. К примеру, привезли накануне продукты. Поддержку оказывает и государство. Нам бы пришлось коммуналку платить. С этой пенсии. Пенсия у нас 49 тысяч. И коммуналка у нас 14 тысяч. Еще кредит. И у нас остается на питание 10 тысяч. А вот эти 15 тысяч нам помогут, а мы купим что-то ей уже. И она будет радостная. Всего на востоке страны на подобную выплату могут претендовать около 158 тысяч человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и родители, воспитывающие детей с особыми потребностями. Многодетные, ветераны, пенсионеры с минимальной пенсии и семьи погибших при исполнении. Нюансы выплаты, помощи жителям региона, разъясняют сотрудники колл-центра. Да, слушаю вас. Какую социальную категорию отдачу? Такие теперь открыли в каждом районе. Первый день подобный центр работает и в Искаминогорске. Нурбахат Турсумбекова – представитель городского отдела ЖКХ. Но теперь она трудится на новом месте. С 9 до 7 работать будет колл-центр. За 5 часов приняли около 500 заявок. И заявка принимается по телефону. Записываем данные для оформления вот этих выплат. Выплата будет ориентировочной где-то в начале мая. Вот эти данные, которые мы сейчас записываем, будут обработаны до начала мая. При этом средства напрямую пойдут на оплату счетов за электричество, тепло, воду, канализацию. Также можно будет закрыть долги за газ, вывоз мусора и пользование лифтами. На руки 15 тысяч деньгей никто не получит. С целью избежания того, чтобы при получении на руки жители могут потратить деньги на более насущные проблемы, скажем, на питание, а платежи также останутся незакрытыми. С этой целью Министерство индустрии и инновационного развития предложило такой метод расходования. В результате это поможет не только самим получателям компенсации, но и коммунальным службам. Меньше долгов – стабильнее их работа. Анна Лисенберсина, Сантулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. В Нур-Султане нескольким десяткам пожарных и спасателей пришлось оставить свои дома и привычный образ жизни, чтобы заступить на дежурство. Больше месяца они живут в одном из столичных общежитий, вдали от своих семей, чтобы, несмотря ни на что, быть на страже нашей с вами безопасности. О быте вдали от дома расскажет Андрей Деменок. Здравствуйте, Хабар-24. Это вот в таких условиях вы живете? Да. Условия, что ни на есть спартанские. Комната в десяток квадратных метров, пару кроватей, шкаф, стол и стулья. Но даже в таких стесненных условиях чувствуется уют. Здесь посуда, которая нам нужна. А, вот посуда, да? Да. А, даже фрукты есть. Да, даже фрукты есть. Так, а еще я увижу у вас книга. Кто читает? Я читаю в свободное время. Психология? Да. Саморазвитие. В работе помогает? Да, помогает очень. К слову, это единственная женская комната. Остальные соседи Айгирим исключительно мужчины. Все дело в специфике работы. Как ваши дела, доченька? Все хорошо. Соскучился по вам? Мы тоже соскучились. Приезжай скорее. Жената Яркена дома ждут жена и двое детей. Пожарный признается, еще никогда ему не приходилось так надолго расставаться с семьей. А потому при первой возможности звонит родным. Там эти звонки всегда ждут. Ах, мама, может, в карантине? Вдали от дома и родных из-за ведения карантина оказались шесть десятков пожарных и спасателей. Все они – жители пригорода столицы. В числе 21-го у второго сына был день рождения. И как туда попасть? Как-то поздравил, что-то отправил через блокпост, через кого-то. Летом отпуск, не знаю, как быстро закончится карантин. На юг можно съездить как-то. Но планы есть в будущем. А пока пожарным и спасателям приходится вспоминать свои навыки и студенческой жизни. Готовлю на завтрак, чтобы пацаны покушали. А яйца? Да, яйца. Стандартно-мужской, простой, быстрый. Пока сковорода нагревается, пожарный соглашается провести небольшую экскурсию для журналистов. Это дальняя машинка. Кстати, там даже, по-моему, вещи есть. Да, она сейчас сцеляется сейчас. Раковина, мыл, вода есть, да? Да, здесь горячая, холодная. Так, ну и холодильники, да? Да, два холодильника. Здесь все вмешается. Масло, мясо, окорочка. Все самое необходимое. Эти люди у нас заступают на боевое дежурство, пожарные частя, значит, спасательные отряды. Значит, эти же люди у нас задействованы на утверждение пожара. Также они задействованы при дезинфекции, проведении дезинфекции в городе. Вдали от дома пожарные спасатели будут находиться до окончания карантина. Однако многие из них уже представляют, как вернуться к своим семьям. И даже уже знают, что бы хотели видеть на праздничном столе. Бешфармах, наверное, с первого. Начнем с бешфармаха, потом уже. Там уже видно было. Да, манты, салаты. Ну, тоже неплохо. А вы? Я курдак хочу. Курдак? Да. А вы? То же самое бешфармаха. Скородаша? Нет, без курдака. Еще манты немного. Получается, нет, манты. С первого это бешфармах, мясо, шижок, да, как положено. Если сроки окончания карантина сегодня назвать сложно, то о гастрономических предпочтениях столичных пожарных и спасателей можно заявить уверенно. С ними полный порядок. Андрей Деменок, Болотбек Табалдиев, Хабар, 24. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. На сегодня количество инфицированных в ФРГ превысило 148 тысяч. Что сейчас происходит в Германии и почему немцев обязали носить маски, знает Шелпан Найманбаева. В Германии выбрали стратегию ослаблять карантин и одновременно с этим вводить обязательное ношение масок. После долгих дискуссий 10 из 16 федеральных земель приняли новый закон. Быть маски необходимо в магазинах, метро и автобусах. В Берлине новое правило начнет действовать с понедельника и коснется только общественного транспорта. Если же у человека нет маски, то можно обязаться платком или шарфом. Мэр столицы уже пообещал, что в городе начнут раздавать маски бесплатно. К слову, такую акцию уже провели в Дрездене. Более 200 тысяч масок власти раздали горожанам. Это надо было делать раньше, но я рада, что маски раздают бесплатно. А то мне приходилось заматываться шарфом, так как маски у меня не было. Теперь она есть и я даже могу ее стирать. Я думаю, что это правильно. Для пассажиров маски необходимы. Что касается водителей, то подойти к нам никто не может. Подход к нам заблокирован. Мы защищены. В целом, жизнь Германии постепенно нормализуется. Уже в начале мая откроются библиотеки, галереи и музеи. Известно, что посетители будут пускать небольшими группами. А театры смогут принимать гостей только в августе. А вот послаблений для сферы туризма и гастрономии пока не предвидится. Что касается массовых мероприятий, то ФРГ все так же строго запрещено их проводить. Организаторам вечеринок или собраний могут выписать немалый штраф – 25 тысяч евро. Власти Германии накануне объявили, что страна воздержится от проведения концертов, фестивалей и ярмарок вплоть до 24 октября. Отменены крупнейшие мероприятия этого года – Берлинский марафон, а также знаменитый «Октоврфест», на который ежегодно съезжались 6 миллионов гостей. Перенесут и крупнейшую в мире франкфуртскую книжную ярмарку. К слову, на ней ежегодно был представлен и стенд Казахстана. Казахстана. Подробнее в материале нашего субкора в Брюсселе Жанна Тернст. Исторический центр Бельгии, знаменитая на весь мир главная площадь Брюсселя Гран-Пляс, в эти дни непривычно пуста. Обычно она заполнена гостями со всего света, но кризис, вызванный пандемией коронавируса, свел здесь туризм практически к нулю. После терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе и завинтами у нас произошел огромный спад в туризме. Но даже тогда его показатели не сводились к нулю. Всегда были люди, которые продолжали приезжать. Их было меньше, но к 2018-19 годам мы вернулись к нормальному числу посетителей. Сегодня туристов нет совсем. Жизнь бельгийской Венеции, маленького провинциального города Брюги, полностью зависит от 8 миллионов посетителей в год, которые приносят в казну 750 миллионов евро. Предприниматели надеются, что после отмены карантина внутренний туризм сможет хоть как-то помочь перезапустить развитие отрасли. Что мы можем сделать для туристов, это дать частичные льготы по оплате городского налога в отелях. Как только нашим согражданам снова разрешат ездить по стране, мы вновь пригласим их в Брюги. Поскольку пройдет еще много времени, прежде чем международный туризм, частью которого мы живем, начнет снова работать. Воздействие коронавируса на индустрию общественного питания в Брюсселе катастрофическое. Мы просим о мерах, которые помогут отрасли. И не только во время карантина, но и в течение как минимум 18 месяцев после него. По крайней мере, пока у нас не появится вакцина против вируса, и люди снова смогут выйти на улицу. Постепенная отмена карантина в Бельгии начнется, скорее всего, после 3 мая. Процесс будет проходить в несколько этапов. Сначала откроются школы, некоторые непродовольственные магазины и промышленные предприятия, которые смогут обеспечить режим социальной дистанции и соблюдение строгих санитарных мер. Затем торговые центры и только после этого кафе, рестораны и отели. На этом фоне представители туристской отрасли Бельгии ждут от государства помощи и субсидий. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. В Аргентине эвакуировали жильцов одного из домов престарелых. Родственники и близкие пожилых людей были обеспокоены высоким риском заражения COVID-19. Ранее в стране уже были подтверждены 9 случаев заражения среди постояльцев другого дома престарелых. Один человек скончался. Отмечу, что общенациональный карантин в Аргентине был продлен до 26 апреля. После страна будет постепенно ослаблять ограничительные меры. Напомню, на сегодня в Аргентине подтверждено свыше 3000 случаев заражения COVID-19. 159 человек стали жертвами заболевания. Акция протеста неожиданно вспыхнула в районе Марнеули, Грузия. Вот уже месяц он закрыт на строгий карантин. В основном там проживает этническое поселение азербайджанцев, занимающихся сельским хозяйством. У людей нет возможности реализовать свой товар. Портятся овощи, семьи несут убытки. Какие требования выдвигают митингующие, расскажет Юлия Тужилкина. Жители Марнеульского района нарушили правила дистанции и запрет собираться вместе больше трех человек. Фермеры вышли на акцию протеста. Они требуют снятия режима строгого карантина и возобновления торговли. Мы сегодня пришли и стоим рядом с жителями района. Я пришел, чтобы защитить их права. Это не политический митинг. Наша цель – защитить интересы населения. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, в рамках закона должны получить помощь. В массовой акции протеста приняли участие десятки жителей из разных сел. И причина одна – портится урожай. Это лишает их выручки и возможности кормить семьи. Фермеры требовали помощи в реализации сельской продукции. У нас работает одна из крупнейших дистрибьюторских компаний, которая ездит по селам. Сейчас мы постараемся подключить больше машин для перевозки продуктов. В нынешней ситуации никто не застрахован. Идеального процесса, может быть, нигде не будет. Вероятно, будут недоработки. А с центральной властью мы постоянно в координации. Местные власти заверили фермеров, что будут скупать у них продукцию. Грузовые фуры будут направлены в село, где есть собранный для продажи урожай. Только после этих обещаний протестующие разошлись по домам. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. В Финляндии придумали, как сделать так, чтобы покупатели в супермаркетах не трогали ручки и не переносили таким образом микробы и вирусы. В одной из сетей финских магазинов установили новые инновационные ручки для холодильников в отделе с замороженной продукцией. Для того, чтобы открыть дверцу, ее не нужно обхватывать кистью руки. Достаточно надавить на рычаг предплечье. В духе времени новые ручки не только напечатаны на 3D-принтере, но и созданы из повторно переработанного пластика. Покупатели такую заботу о своем здоровье оценили. Я даже не задумывалась о том, что происходит. Все делала автоматически. Это очень функциональная вещь. Она пригодится людям с инвалидностью, ведь до нее легко дотянуться. Первая онлайн-свадьба прошла в Беларуси. Пандемия никоим образом не омрачила торжественный день, да и недостатков в гостях и поздравлениях молодожены не испытывали. Оригинальное решение, устраивающее абсолютно всех, придумала минский свадебный распорядитель. Получилось все, как того и хотели молодожены. Роскошный ресторан, свадебный торт, музыка и десятки гостей. Вот только все они наблюдали за первым танцем жениха и невесты с огромного монитора, установленного в зале. В режиме реального времени за свадьбой белорусов следили самые родные и близкие. И при том, многие из них находились в тот момент на другом конце земного шара. Насколько тесно всемирная паутина оплела влюбленных, выяснил Дмитрий Лукша. Спасибо, ребята! Ну что? На этой свадьбе сердечко ставили не молодоженам, а гостям. Десятки приглашенных от Минска до Иерусалима, кажется, создали вместе с Федором и Вероникой новую социальную сеть в семье. Перед организаторами торжества стояла совсем непростая задача – соединить на один вечер виртуальные и реальные миры. И это с учетом сегодняшней обстановки, не совсем располагающей к массовым гуляниям. Посему интерьер и тематика вечеринки были стилизованы в духе времени. Новобрачник встречал аниматор в костюме доктора и предлагал жениху и невесте обменяться не кольцами, а антисептиком для начала. Продукты, элементы декора и аппаратура доставлялись по спецзаказу. Дресс-код даже для персонала – перчатки и защитные маски. При организации было сложно, во-первых, подобрать команду. Потому что сейчас такая обстановка, что все на самоизоляции сидят дома и не все хотят участвовать. То есть команда над проектом работала очень большая и больше 30 человек работало, но все делали дистанционно. Было очень много репетиций, непонятно было, как будет работать интернет, потому что на нем было все завязано. На огромном виртуальном гобелине вся палитра близких и родных. Заняв свое место на мониторе, гости не зависали, а отрывались. Каждому приглашенному заранее доставили на дом праздничный ужин. Проведение конкурсов и обрядов в буквальном смысле было делом техники. И даже первый танец молодых оказался поистине для двоих. Единственными, кто запутался во всемирной паутине и не смог присутствовать на свадьбе, оказались родители Федора и Вероники. Однако и в этом случае все было предусмотрено. Гости и родители вновь соберутся за большим столом, чтобы в очередной раз крикнуть «Горько!», но только немного позже, когда придет время сбросить маски. Мы старались как-то перенести их в те праздники, к которым привыкли. И я думаю, что у нас получилось. Вот прям я не знал, будут эмоции, либо их не будет. Будут ли они понимать шутки, либо не будут понимать. Когда ты что-то пошутил, и гости начинают смеяться с задержкой, ты такой «а, было не смешно», а потом «пау», и все, они смеются. Ты понимаешь, что класс, все работает, все это реально, все возможно. Уже в ближайшие дни команда белорусских энтузиастов планирует расширить виртуальные границы. В режиме реального времени будут проводиться осмотры площадок для росписи и отдыха, а также встречи с невестами для обсуждения всех нюансов праздника. Не исключено, что в будущем «Горько» с монитора будут звучать в других ресторанах Минска. Главное, прошедшее мероприятие ясно показало, что милым рай может быть и в изоляции. Свадьба в формате «он, она» и «онлайн» в Беларуси еще пока не вошли в моду. Хотя такие торжества отвечают всем пожеланиям стандартной пары. Во-первых, это креативно, тут без комментариев. И есть соотношение цены-качество. Ведь прямо из ЗАГСа молодые могут у себя дома собрать всех гостей из любой точки планеты. Главное иметь под боком ноутбук. За виртуальным столом почетное место будет отведено родителям. И где-то рядом расположится подружка невесты. Главное во время такого торжества соблюсти все стандарты и правила обычной свадьбы. И придумать, как реализовать это технически. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар-24, Беларусь. В этом году столичным Акиматом запланирован ремонт 150 улиц общей протяженностью 100 километров. Чтобы достичь результатов к сроку, с 20 апреля асфальтобетонным заводам столицы разрешили возобновить производство. Наш корреспондент Асхат Ниазов выехал в город и посмотрел, как идет ремонт дорожного полотна. И отразился ли на рабочем процессе режим карантина. И как только что стало известно, 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане. Из них 7 в Павлодарской области, 3 в Алматинской, 2 в Шемкенте и по одному в Нурсултане, Алматы, а также в Казлардинской и Туркестанской областях. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 2207 случаев регистрации COVID-19. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 515 человек. Умерли 20. Прямо сейчас о ситуации на дороге в материале Асхата Ниазова. Эта неделя в столице выдалась не по сезону жаркой. Дорожники, конечно, привыкли и в жару, и в дождь класть асфальт. Но в этом году им приходится делать это еще и в масках. Тяжело, но никто не жалуется. По-хорошему, у рабочих должен быть еще и антисептик, но мы его не заметили. Однако о его целесообразности в таких условиях, конечно, еще можно поспорить. Так же, как и о жалобах горожан. Сейчас в данный момент народ весь сидит дома, и мы немного шумим, и их это, как бы сказать, раздражает. А еще карантин отразился на рабочей силе, а точнее, на ее количестве. Все рабочие, наши сотрудники, приезжие. И в связи с карантином, с закрытием всех постов, ну, очень тяжело обходится нам с рабочими. Потому что местные рабочие не соглашаются на такую работу, а приезжих потихоньку мы завозим в Астану, на 14 дней на карантин ставим, как выдерживается, все нормально, допускаем к работе. Есть и положительные моменты. Машин на дороге, как бы это ни казалось, стало все-таки меньше. Как и пробок из-за перекрытых дорог. Работой не хочу. Даже асфальтоцементные заводы запустили, чтобы заявленные Акимом 150 улиц успели отремонтировать срок. Кстати, Кульгинов пообещал не забыть и об окраинах. Например, вот есть лесозавод, район Уандрес, Кирпичный, Юго-Восток, Коктал-2. В прошлом году на Коктал-1 мы проводили ремонт. Агрогородок и другие, то есть во всех жилых массивах. А теперь вернемся к центру столицы и оценим качество ремонта дорог. Перекресток улицы Кунаева и Кабанбай-Батыра. Судите сами, здесь провели ямочный ремонт. И ямы практически в одном месте заделывают по-разному. Или вообще не заделывают. Видимо, асфальта не хватило. Если учитывать, что буквально на днях здесь нанесли новую разметку, в ближайшее время и не собираются ремонтировать. Конечно, жители с окраин города посмеются в лицо такой яме. Но раз уж делают какую-то дорогу, то делать, наверное, нужно все-таки качественно. И желательно всю. Или что, карантин помешал? Асхат Нязов и Мирамбек Ахмаханов. Хабар, 24. Зима в Западно-Казахстанской области в этом году выдалась малоснежной. Реки и водоемы не успели наполниться живительной влагой. Четыре района области, три из которых приграничные, испытывают дефицит воды. Не хватает и средств на возмещение затрат по подаче воды из России. Для водоснабжения южных районов требуется 107 миллионов кубометров. Но денег, выделенных из республиканского бюджета, хватает лишь на 71 миллион. Как это отразится на жизни сельчан, выясняла Роза Сатканова. Разливы караузена жители села Жалпактал всегда ждали с опасением. Каждую весну река выходила из берегов и доставляла немалых хлопот сельчанам. Но этот год стал исключением. Раньше мы с опасением ждали весеннего половодия, остерегались. В этом году впервые наблюдаю, река не вышла из берегов. В 10 километрах отсюда находится опреснительная станция. Уровень воды в ней упал. Если он опустится еще на 30-40 сантиметров, то мы можем остаться без воды. Тяжелее всего крестьянам. Например, в Косталском районе 68 тысяч гектаров лиманов. На этих угодьях крестьянские хозяйства заготавливали на зиму корма. В этом году сажать многолетние травы и поить скот им, скорее всего, будет негде. В этом году нам грозит дефицит воды. У нас 48 населенных пунктов. Из них 32 обеспечиваются водой через реки. Мы задумываемся о том, как обеспечить водой 16 населенных пунктов и крестьянских хозяйств, расположенных рядом с рекой. Углубляем водоемы, также устанавливаем колодцы. Испытывают нехватку воды 4 района. Все они находятся в приграничной с Россией зоне. Там протекают реки Большой и Малой Узени, которые подпитываются с российской Волги. Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на возмещение затрат по машинной подаче в эти водоемы Волжской воды, а также в Женеберскую обводнительную систему. Но в этом году средств не хватает. Для сравнения, южные районы вместо нужным их 107 миллионов кубометров воды получат почти вдвое меньше. Все дело в повышении тарифов на подачу воды. Ежегодно Россия увеличивает стоимость на свои услуги в среднем на 25%. Написано письмо на имя министра финансов о выделении дополнительной суммы на получение необходимого объема воды. Мы надеемся, что в этом году, наверное, в первом чтении примут и выделят нам деньги на получение Волжской воды. Без воды там, значит, будет проблема Джангалинский район, Косталовский район, Покурдинский район, Джангалинский район. Их структура содержания скота и других водопоисков от организации зависит от Волжской воды летом. А между тем, от подачи воды зависит сразу 7 районов области. А впереди аграрный сезон, требующий большого объема поливной воды. Россатканова была Джаралгасов, Канат Махмутов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане. Из них 7 в Павлодарской области, 3 в Алматинской, 2 в Шемкенте и по одному в Нурсултане, Алматы, а также в Казлардинской и Туркестанской областях. Таким образом, на сегодняшний день в стране количество инфицированных достигло 2207 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 515 человек, умерли 20. Напомню, последний летальный случай был зарегистрирован сегодня в Алматы. И это последнее сообщение выпуска. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok